Волгоградский филиал компании по производству стальных канатов Одним из первых в России получил сертификат Американского института нефти Расскажем, какие преимущества получило предприятие Волгоградские поликлиники под контролем Работы персонала амбулаторно-поликлинического звена проверяют специалисты облздрава и представители Народного фронта Была написана в 1876 году и является произведением, которое относит к такому замечательному периоду творчества художника Царь леса и повелитель морской стихии в музее ИЗО имени Машкова Открылись две юбилейные выставки с шедеврами мирового искусства Вас познакомят наши корреспонденты Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ В студии Анна Рябова Расскажем о главном к этому часу Сегодня в Волгограде под председательством прокурора региона Дениса Костенко Состоялось заседание коллегии областной прокуратуры В ее работе приняли участие губернатор Андрей Бочаров Начальник главного управления Генеральной прокуратуры России По северокавказскому и южному федеральным округам Константин Цомов Работники аппарата прокуратуры А также в формате видеоконференц-связи Территориальные и специализированные прокуроры Участники подвели итоги работы за 2021 год И определили задачи на год предстоящий Андрей Бочаров отметил системное и конструктивное взаимодействие С Генеральной прокуратурой России С прокуратурой региона Исполняются все социальные обязательства Предусмотренные бюджетом региона Программы и проекты развития Определенные как приоритетные Особое внимание в защите интересов человека труда Так, если брать в период 2019 года Погашен задолженность по заработной плате Пережители Волгоградской области На сумму 320 миллионов рублей В том числе в 2021 году еще 50 миллионов рублей 98% оставшейся задолженности Приходится на предприятия, находящие в процедуре банкротства В этой связи особую значимость Приобретает строгий контроль За исполнением конкурсными управляющими Законодательства о банкротстве Совместно с прокуратурой Волгоградской области Продолжается работа по контролю За соблюдением трудового законодательства Своевременной и полной выплатой заработной платы Постоянное внимание к проблеме Своевременной оплаты труда Позволило сократить размер отчетного долга На 9,5 миллионов рублей Это более чем на 20% от общей суммы И обеспечить получение Четырьмя тысячами работников Свыше 100 миллионов рублей Задержанного заработка В результате принятых прокурорами Мер реагирования В том числе погашена задолженность Перед предпринимателями региона По исполненным им контрактам На общую сумму более 300 миллионов рублей Выявлялись и устранялись Грубые нарушения в области образования Социального медицинского обеспечения детей Организации их питания и отдыха Особое внимание в защите прав сирот Благодаря последовательной настойчивой позиции Прокуратуры региона И должному отношению со стороны органов власти Более 450 сирот Почти на треть больше, чем в предыдущие годы Получили жилье В 2021 году прокурорами региона Пресечено почти 47 тысяч нарушений закона По инициативе прокуроров К различным видам ответственности Привлечены 17,5 тысяч лиц Инициировано возбуждение 196 уголовных дел В числе других важных задач, которые решаются совместно Восстановление прав дольщиков В 2021 году закрыт вопрос По 13 МКД Восстановлены права свыше 2000 семей дольщиков Приоритетом остается наведение порядка ИВ ЖКХ В шестой год подряд снижается Знакопленная задолженность коммунальных операторов за газ За это время долг сократился более чем в половину Усилен контроль за деятельностью управляющих компаний В рамках подписанного в ноябре 2021 года соглашения между прокуратурой Волгоградской области, региональным главком МВД России и Госжилинспекцией Возбуждены более 80 уголовных дел по фальсификации протоколов общих собраний жильцов МКД Госжилинспекция получила возможность оперативно отказывать таким компаниям Во внесении их в реестр лицензий Тем не менее, мы отмечаем еще достаточное количество Остающихся проблемных вопросов Связанных с оказанием качественных услуг населения В сфере жилищно-коммунального хозяйства Также у нас есть значительные вопросы По реализации на территории Волгоградской области Программы капитального ремонта многоквартирных домов Среди примеров совместной работы по защите интересов жителей региона Защита прав детей-сирот Ресурсоноснабжающая организация отказала им В заключении договора в поставке газа в жилые помещения Сейчас договоры заключены Возвращение в региональную собственность кинотеатра «Юбилейный» Новый собственник будет обязан привести объект культурного наследия В надлежащее состояние, а также многие-многие другие факты Впереди очень серьезная напряженная работа По реализации планов развития Волгоградской области В выполнении задач, поставленных обществом и президентом России Роль контрольно-надзорных органов Прежде всего прокуратуры Волгоградской области В этой работе особенно значима Это потребует от всех нас системного, конструктивного И, что очень важно, неформального подхода К реализации намеченных планов Глубокого изучения и понимания сути проблем И поиска оптимальных решений Исходя из реальных возможностей Именно о таком подходе Неоднократно в своих выступлениях Говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин Глава региона отметил накопленный опыт Совместный с органами прокуратуры региона Работой и поддержкой жителей Волгоградской области Позволит реализовать все намеченные планы На 2022 и последующие годы Тем временем в Волгограде продолжается строительство амфитеатра Расположено на нижней террасе главной набережной города Специалисты уже приступили к подготовке поверхности сооружения Для нанесения гидроизоляции Чтобы никакие погодные сюрпризы не помешали работам На площадке возвели специальный шатер Как он выглядит и что происходит внутри него Выяснили наши корреспонденты Временное сооружение общей площадью более 3000 квадратов Состоит из металлического каркаса Специального геотекстильного полотна Тепляк, так называют его строители Смонтирован непосредственно над местом проведения работ На данный момент мы находимся на эксплуатируемой кровле С использованием тепловых электронных пушек Мы создаем благоприятный микроклимат Для работ отделочных С подготовкой для полимерного покрытия Дополнительная конструкция позволяет сохранять Необходимую для такого вида работ положительную температуру И защищает от осадков После шлифовки поверхности амфитеатра И нанесения гидроизоляции Специалисты приступят к монтажу сидений И облицовке центрального элемента Новой прогулочной зоны На нижнем уровне установлен тепловой контур Там полным ходом идут отделочные работы Функционал данного помещения Тренировочные залы В нижнем уровне Гримерные Буфет Есть даже будет Но это для внутреннего пользования Также предусмотрены два выхода на сцену Сцена примерно 650 квадратных метров С видом на Волгу Что позволяет проводить мероприятия Любого плана Амфитеатр совершенно новый для Волгограда Объект и, пожалуй, самый масштабный В рамках реконструкции центральной набережной Здесь уложено почти 5,5 тысяч кубометров бетона На сегодня полностью выполнено остекление здания Устанавливаются вентилируемые фасады Утепляются стены помещений Заливается стяжка Полом монтируются инженерные сети На объекте ежедневно трудится 200 человек Служба единого заказчика-застройщика Администрации Волгограда Осуществляет контроль за строительством объекта Работы ведутся подрядные организации В строгом соответствии с утвержденным графиком строительства Продолжается реконструкция причала номер 15 Подрядчик выполнил монтаж нового фундамента И приступил к армированию колонн Масштабное обновление центральной набережной Происходит впервые с момента ее строительства Реконструкция прибрежной зоны в центре Волгограда Стартовала с устройства берегоукрепления После этого построили нулевую продольную Эти работы заложили основу для дальнейшего развития набережной На верхней террасе реконструирован фонтан искусства В парковой зоне появились пруд, новый плоскостной фонтан Скейт-парк, восстановленные пропилеи, ротонда, центральные малые лестницы Благоустроенная нижняя терраса станет частью единой рекреационной зоны вдоль берега Волги От Мамаева кургана до поймы царицы В нее уже вошли территорию стадиона Волгоград-арена, парк Победа Верхняя терраса набережная, парк у музея России «Моя история» Прогулочная зона у гасителя, сквер имени Пушкина и Пахмутовой Ирина Абрамова, Глеб Волков, Время новостей И снова в Волгоградской области обновлен максимум заболеваемости коронавирусом 1715 жителей региона получили диагноз ковид за минувшие сутки В Волжском заболели 545 человек, в Волгограде 370, в Афроловском районе 113 Подробная карта заболеваемости по районам сейчас на ваших экранах 418 человек попали в больницы, 401 человек инфекцию победил В смертельной статистике, увы, плюс 11 Сегодня представители регионального комитета здравоохранения и регионального исполкома УНФ Побывали в поликлинике номер 30 Дежинского района Проверили работу сотрудников регистратуры, терапевтов, организацию выездов врачей на дом Особое внимание деятельности амбулаторно-диагностических и лечебных центров для больных коронавирусом Проверка коснулась также центров вакцинации Здравствуйте, 30-я поликлиника Сотрудники 30-й, как и в других медучреждениях региона, работают в условиях повышенной нагрузки За последнее время ощутимо увеличилось количество обращений в поликлинику и вызовов врачей на дом Предпринимаются все необходимые меры, чтобы улучшить качество и ускорить процесс обслуживания пациентов Сформированы дополнительные бригады для выезда врачей на дом Благодаря соглашению со службой такси они могут быстро добраться до заболевших В поликлинику принято на работу еще 12 врачей-ординаторов и 4 стоматолога Я не помню, чтобы были большие ожидания, большие очереди, все идет по записи Врачи-специалисты все очень хорошие Нет никаких жалоб Единственная проблема это с ковидным отделением Сейчас такое время Как и в других медицинских учреждениях, в 30-й поликлинике работает колл-центр Его сотрудники отвечают на звонки пациентов с возможными признаками ОРВИ или коронавируса Благодаря этому не нужно тратить время на посещение поликлиники, подвергая опасности себя и окружающих Позвонить можно в регистратуру или на номер 122 Звонки на горячую линию принимают волонтеры, студенты медицинского университета Мы видим, что система здравоохранения реагирует, что увеличивается количество часов приема Количество тех поликлиник, которые работают в течение 24 часов в сутки Что распределяются потоки Это, конечно, не радует, что система здравоохранения старается оперативно реагировать Напомним, сейчас в соответствии с изменениями, которые внесены в федеральную нормативную базу Есть возможность дистанционно открывать, закрывать и продлевать листки нетрудоспособности Стараемся обслужить все поступившие заявки в полцентр в день их поступления Но единичные случаи возможны, но эти единичные случаи обслуживаются на следующее утро в первую очередь Из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе Полина Шишкина совмещает работу врачом-стоматологом и участковым терапевтом-стажером Помогает коллегам, дистанционно открывает и закрывает больничные в день до 60 человек Сейчас очень тяжелая обстановка в стране, недостаток иногда сотрудников, нужна помощь И, следовательно, я решила также принять участие, помочь нашим врачам и поучаствовать в работе в ковидной обстановке Для детей в поликлинике создано специальное отделение. В основном осмотр ребят проводят на дому А тем, кто придет на прием в очном формате, не откажут. В отделении всегда дежурит врач Может быть, не сразу вам удалось очень быстро дозвониться до 122 или до поликлиники Все равно помощь будет обязательно И, конечно же, нужно успокоиться, обязательно постараться позвонить на 122, дозвониться Это абсолютно реально И помощь обязательно к вам придет К сожалению, в последние дни Волгоградская область устанавливает новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом Специалисты советуют не поддаваться панике и соблюдать необходимые антиковидные меры Инна Емельянова, Илья Власенко, Анатолий Чернышев. Время новостей Общественный транспорт, как известно, одно из самых небезопасных мест с точки зрения распространения вирусов Заразиться и заразить других даже в полупустом, к примеру, автобусе легче простого Именно поэтому поведение пассажиров, которые отказываются носить защитные маски, кажется, мягко говоря, странным Тем более, что и контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в общественных местах нынче строг Каждый день специалисты Роспотребнадзора, полиции, областных комитетов или профильных ведомств выходят на проверки И сегодня инспекторы побывали в Краснооктябрьском районе и пообщались с гражданами на остановке возрождения Маршрутки и автобусы, если внутри находится инфицированный пассажир, полностью превращаются в зону заражения Вероятность оказаться на опасном расстоянии от носителя вируса настолько велика, что риск оказаться зараженным практически стопроцентный К сожалению, не все пассажиры общественного транспорта учитывают эту нехитрую статистику Первый же автобус – первые нарушители Большинство пассажиров без масок Надевать маски стали только после предупреждения участников рейда Я попрошу устранить нарушения, если таковые имеются Молодой человек, надейте, пожалуйста, масочку В соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области и требованиями Роспотребнадзора В общественном транспорте пассажиры, кондуктор и водитель должны носить средства индивидуальной защиты Как выяснилось, некоторые граждане не знают, что индивидуальной защитой является исключительно медицинская маска Так молодой человек наставил, что его от смертельно опасной инфекции может спасти хофта Где ваша, пожалуйста, масочка? Я не должен никого обогащать, у меня должны быть закрыты органы дыхания, они закрыты, я устраню Масочки, респираторы? Нет у меня в наличии маски респираторы Значит, я вас попрошу выйти За проезд мне деньги вернете? Никому не обязан, ничего возвращает Нарушитель попытался покинуть автобус и скрыться, но безуспешно Протокол об административном правонарушении его все-таки догнал Мы находились в общественном транспорте, чтобы приносить органы дыхания За это предусматривается административная ответственность Некоторые пассажиры забыли, а может и не были в курсе, что нарушение санэпидтребований чревато крупными штрафами Из-за принципиального отношения не носить маски нарушители поплатили составлением протоколов Теперь свою позицию им придется объяснять в суде Многие законопослушные жители недовольны таким поведением без масочников У нас пандемия и очень боимся заразиться И, кроме того, наблюдается тенденция, что не носят маски Не только пассажиры негативно отреагировали на проверку В одном из автобусов кондуктор слишком эмоционально встретила проверяющих В результате участников рейда закрыли внутри автобуса А у вас какое право ездить в автобус бесплатно? Ну и что, это не значит? У меня не было распоряжения такого, чтобы вас пропустить бесплатно Я папа Чтобы все надевали маски, никто бы никого не... Все надевали, не волнуйся Кстати, наденьте, пожалуйста, правильно, на нос Нарушителем эпид-правил оказался каждый второй пассажир автобуса Маски были у большинства, но почему-то они находились в карманах, а не на лице Некоторые соглашались надевать средства индивидуальной защиты только под прицелом видеокамеры По итогам проведенного контрольного мероприятия по ношению масочек в общественном транспорте Можно сделать вывод, что нарушения до сих пор имеют место быть В общем, пассажиры более терпимо относятся к необходимости ношения масок в общественном транспорте Но также имеются более серьезные нарушения, полное отсутствие масочек при пассажире Невозможность устранить нарушения на месте Нарушителям не перестают напоминать, если больной коронавирусом без маски, чиха или кашля сядет в транспорт Набиты людьми, все пассажиры заразятся наверняка Контрольные рейды в Волгограде будут проводить регулярно, вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации Илья Власенко, Анатолий Чернышов, Время новостей К другим темам В Волгоградском филиале компании «Северсталь Канаты» в январе установили сразу несколько производственных рекордов Сдали почти 2000 тонн проволоки и выпустили почти полторы тонны толстых канатов Рабочие стали проволочного и канатного цехов сдали больше 5000 тонн специальной продукции А это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года О своих достижениях сотрудники предприятия рассказали Регине Фединой На заводе выпускают канаты диаметром от 0,6 до 100 мм С разными типами сердечника, покрытием и заполнением Вид, размер, состав и вес зависят от сферы применения продукции Главным достижением начала года стало изготовление и отгрузка самого тяжелого каната в СНГ В январе этого года изготовили впервые канат весом 45 тонн диаметром 78 мм с металлическим сердечником, шестипрядный И благодаря тому, что мы установили новую канатную машину 8х1800, которая может изготавливать канаты диаметром от 28 до 100 мм На этой машине протяженностью около 100 метров за 15 минут может быть соткана километровая металлическая прядь Затем нити сплетаются в канат Именно по этой схеме и был создан 45-тонный лебедочный канат, который сейчас используется в Азербайджане В России только на этом предприятии изготавливают проволоку для тросовых дорожных ограждений Волгоградские предприятия продолжают занимать свои лидирующие места не только в Южнофедеральном округе, но и по всей Российской Федерации Производя как широкую номенклатуру, так и уникальные виды изделий Увеличивая свои объемы сбыта не только в Российской Федерации, но и поставляя уникальную продукцию на экспорт На заводе производят до 30% всех используемых канатов в России Предприятие не просто один из лидеров отрасли Оно стало первым российским производителем канатов, кто смог получить сертификат Американского института нефти Он открывает возможности сотрудничать с рынками Ближнего Востока и Европы Завод ежегодно увеличивает выпуск продукции, соответственно растет и доход Это позволяет выделить средства для приобретения нового оборудования В текущем году в модернизацию планируют инвестировать 1 миллиард 200 миллионов рублей В этом году будет поставлено новое и канатовьющее оборудование, волочильное оборудование Мы приступим в этом году к модернизации термических мощностей А также будут направлены инвестиции в поддержание и в том числе на экологическую безопасность В частности мы обновим в этом году хранение кислоты Волгоградская область входит в тройку промышленных лидеров ЮФО Регион располагает уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом в металлургии Волгоградцы производят широкий спектр товаров, в том числе уникальную продукцию Трубы большого диаметра, стали, спецназначения, многопрядные канаты, обожженные аноды Перечень продукции постоянно пополняется благодаря реализации инвестпроектов Металлургия – одна из базовых отраслей промышленности Волгоградской области В регионе работают более 30 крупных и средних профильных предприятий На них трудится 27 тысяч человек Регина Федина, Дмитрий Макаров, Время новостей Сейчас реклама, затем прогноз погоды и после продолжим выпуск 10 февраля в Волгограде будет облачно, ночью и утром снег, местами туман, а днем преимущественно без осадков Ветер западных направлений до 8 метров в секунду Температура воздуха ночью до минус 5, днем около 0 В эфире «Большое время новостей» продолжаем выпуск Их криминальная хроника Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в серии автомобильных краж С конца прошлого года в полицию поступили несколько заявлений от жителей центрального Дежинского и Ворошиловского районов Во всех случаях автовладельцы сообщали о том, что неизвестные разбивали окна машин, проникали внутрь и похищали автомагнитолы, музыкальные колонки, видеорегистраторы, электроинструменты и прочие имущества По подозрению в совершении преступлений задержаны двое волгоградцев в возрасте 18 и 16 лет Установлено, что они выбирали автомашины необорудованной сигнализацией и совершали кражи в ночное время Похищенные молодые люди продавали на рынках или сдавали в ломбарды Стражи порядка установили причастность задержанных к совершению 15 таких преступлений Возбуждены уголовные дела по статье кража Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении А совершеннолетний фигурант задержан Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу Расследование продолжается Три года проведет в исправительной колонии общего режима волгоградец Михаил Колотилин Задержанный в 2020 году по подозрению к причастности к запрещенной в России Международной экстремистской организации Таблиги Джамаат Следователи областного управления ФСБ доказали в суде, что Колотилин был организатором ячейки радикальных исламистов В 2020 году сотрудниками регионального УФСБ России на территории области выявлены и задержаны Жители Волгоградской области, причастные к организации ячейки на территории региона Запрещенной в Российской Федерации международной экстремистской организации Таблиги Джамаат В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены организатор и пять членов ячейки радикальных исламистов По месту жительства которых обнаружены и изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия А также запрещенный в Российской Федерации пропагандистский материал По возбужденному следственным подразделениям УФСБ уголовному делу Советский районный суд Волгограда признал Колотилина Михаила виновным в совершении преступления Предусмотренного частью первой статьи 282 прим. 2 Уголовного кодекса России И приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Приговор вступил в законную силу Уголовное дело в отношении пяти членов ячейки радикальных исламистов находится на завершающей стадии рассмотрения судом Сейчас краткий обзор самых читаемых публикаций портала mtv.online Волгоградцы стали получать квитанции за электроэнергию с комиксами О чем хотят сказать авторы и иллюстраторы выяснили наши корреспонденты Полтора резюме на одну вакансию Интернет-сервис по подбору кадров выяснил актуальность медицинского персонала на рынке труда Волгоградской области Оказалось, спрос увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом В среднем на одну вакансию откликаются полтора кандидата Как говорится, мем смешной, ситуация страшная Нормой считается 5-6 откликов Какие зарплаты предлагают работодатели, читайте на нашем портале На февральские праздники ждем наплыва туристов Волгоград снова в топе популярных туристических направлений на 14 и 23 февраля На портале МТВ список городов, куда могут улететь на отдых и сами волгоградцы Часть затрат на эти полеты возместит государство Волгоградский активист Михаил Соломонов арестован на 15 суток По официальным данным, общественника и защитника прав велосипедистов Задержали за организацию велопробега Подробности на нашем сайте А также финал конкурса «Наша красивая мама» полным рублем опубликован в разделе «Спецпроекты» Успехи волгоградских фермеров в 2021 году В новом выпуске «Динамики развития» интервью с заместителем губернатора Василием Ивановым И новый выпуск программы «Всегда на страже» тоже доступен к просмотру на нашем портале В общем, заходите, читайте и смотрите И теперь о событиях культуры Царь леса и повелитель морской стихии В Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова Открылись две юбилейные выставки Первая «Русский лес» посвящена 190-летию русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина Вторая «Движение живых стихий» приурочена к 205-летию Ивана Айвазовского В проект вошло больше 80 картин из фондов самого музея Наш корреспондент Инна Емельянова, одной из первых, увидела шедевры искусства Легкая гамма синих и голубых тонов На горизонте море плавно соединяется с небом Идиллию водного пространства, залитого солнечным светом, не нарушают ни корабль, ни люди Картина великого русского мариниста Ивана Айвазовского «Штиль на море» завораживает От шедевра невозможно оторвать взгляд Была написана в 1876 году И является произведением, которое относит к такому замечательному периоду творчества художника Очень счастливому периоду его жизни, творчества И произведение, которое он создавал в то время Получили такое условное название «Голубые Марины Айвазовского» Вклад великого мариниста в мировую художественную историю неоценим Узнаваемый стиль Ивана Айвазовского изменил мировоззрение не только ценителей искусства, но и самих художников Подтверждение тому – выставка «Движение живых стихий» На ней представлено около 40 водных пейзажей советских художников Ленинградской, Московской, Саратовской, Прибалтийской живописных школ Зрители смогут полюбоваться океанами, северными морями, полноводными реками и широкими озерами Остальные произведения выставки – это произведения советских художников, художников 20 века В том числе очень много картин волгоградских пейзажистов Всех, всеми нами хорошо знакомых, любимых художников Представлено здесь 34 пейзажа Рядом с водной стихией – земная Выставка «Русский лес» вдохновлена творчеством Ивана Шишкина Здесь представлено два подлинных произведения лесного богатыря-художника А также картины волгоградских пейзажистов Изюминкой экспозиции – на полотнах изображен зеленый безлюдный лес Самосохранение народа – это в том числе и сохранение природы И вот той стихией, которая является и легкими, и украшением, и, скажем, местом восстановления И вот как бы все это художники, которые написали лес, они, собственно говоря, чувствовали, отразили и донесли до зрителя И мы вот стремились к тому, чтобы это прозвучало в выставке Выставки произвели на волгоградцев неизгладимое впечатление Нам очень понравились картины Мы не думали, что когда-то увидим такую выставку в Шишкиной, в Азовской Часть с морем нам больше понравилась, морская часть Потому что она вызвала больше эмоций Часть выставки, посвященная лесу, нам понравилась так же Потому что в такие дни сейчас очень холодно, очень пасмурно И придя сюда, это немножко поднимает нам настроение Вот, очень красивые, яркие картины Полюбоваться шедеврами русской живописи может каждый Выставки «Русский лес» и «Движение живых стихий» будут работать до 25 апреля Инна Емельянова, Глеб Волков, Время новостей Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях Делитесь своим мнением в комментариях А с полной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online Такой была эта среда На сегодня у меня все, хорошего вечера и до встречи Редактор субтитров А.Семкин